Сегодня при президенте Республики Узбекистан Шавкате Мерзиёве состоялось совещание по приоритетным задачам реформирования железнодорожной сферы. За последние 7 лет количество промышленных предприятий в нашей стране увеличилось в 2,7 раза и достигло 110 тысяч. Освоено производство более 2000 видов новой продукции. Объем промышленного производства увеличился в полтора раза. В прошлом году объем экспорта вырос в 1,6 раза и достиг 19 миллиардов долларов. Благодаря этому грузооборот в нашей стране увеличился на 30%. В частности, в полтора раза возросли грузоперевозки в город Ташкент, Ташкентскую область, Самарканд и регионы долины. При этом из-за ситуации на международной арене затраты на транспорт и логистику выросли в несколько раз. Для таких стран, как Узбекистан, не имеющих прямого выхода к мировому океану, наиболее удобным и дешевым видом транспорта является железнодорожный. Однако сейчас на внутреннем рынке данным видом транспорта перевозится лишь 5% продукции и 45% на экспорт. То есть железнодорожная компания не может конкурировать с перевозкой грузов автомобильным транспортом. На совещании было отмечено, что темпы реформ в железнодорожной сфере отстают от модернизационных процессов других отраслях экономики. И настало время осуществить кардинальные перемены и в этой сфере. В частности, два месяца назад в отрасли был назначен новый руководитель. В сфере заменили порядка 30 безинициативных мыслящих по старому руководителей. Сокращены неэффективные штаты. По поручению президента было организовано посещение 191 железнодорожной станции, проанализировано их реальное состояние. Были проведены встречи с более 500 предпринимателями. В результате данных мероприятий были выявлены основные проблемы, требующие решения в сфере и определены пути их устранения. В частности, рентабельность железнодорожных предприятий низкая. Часть вагонного парка нуждается в ремонте и обновлении. Не созданы необходимые возможности для участия частного сектора в отрасли. Население недовольно коррупцией при продаже билетов, условиями в вагонах и уровнем сервиса. Все это указывает на необходимость реформирования отрасли. Главное, что государство обратило внимание на то, что доходы некоторых железнодорожных станций не покрывают их расходы. Например, вблизи станции Назарбек существуют логистические компании как акционерного общества, так и частные. Предприятие Юг-Сарой, принадлежащее Тимир-Юляры, получает доход с одного гектара земли 277 миллионов сумм в год. А частные предприятия более одного миллиарда сумм. В связи с этим была подчеркнута необходимость привлечения в работу железнодорожных станций частного сектора и инвестиций. На совещании было отмечено, что загруженность станции высокая из-за прибытия большого количества вагонов с импортом в столицу и областные центры. В связи с этим была отмечена необходимость переноса железнодорожных грузовых станций за пределы городов. Это позволит сократить в них движение грузового транспорта и привлечь дополнительные инвестиции в районы. Также было отмечено, что цифровизация в отрасли находится на неудовлетворительном уровне. В частности, за 7 месяцев текущего года только 8% услуг по грузоперевозкам было оформлено в электронном виде. 57% пассажирских билетов реализовано через кассы. Кроме того, ограничен доступ к центральным вокзалам. Парковочные места находятся далеко от них. На станциях не налажено должным образом торгово-сервисное обслуживание. В целях предотвращения столкновений поездов отмечена необходимость контроля всех автомобильных и железнодорожных переездов, установки дорожных знаков, шлагбаумов и камер видеонаблюдения. Исходя из этих проблем, глава государства определил приоритетные задачи, стоящие перед отраслью. Одобрены предложения о преобразовании Узбекистон-Темирюляры в холдинговую компанию. По внедрению в отрасль современного управления, включая выделение в отдельные предприятия инфраструктуры, грузовых вагонов и логистики, пассажирских перевозок, управления вокзалами. Поставлена задача по внедрению механизмов выделения кредитов и компенсации для обновления парка вагонов. Ответственным лицам поручено эффективно использовать железнодорожные станции, пустующие около них территории. Сформировать проекты оказания комплексных логистических услуг и крупных производств. Отмечена необходимость создания информационной системы «Единое окно» путем проведения IT-аудита на местах и привлечения квалифицированных специалистов. Необходимо прозвучало наладить электронное оформление документов на перевозку грузов, установку GPS на вагонах, запуск онлайн складской информационной системы. Была поставлена задача реализовать неотраслевые активы «Узбекистон-Темирюляры» или передать их другим отраслям, вырученные от продажи средства направить на улучшение железнодорожной инфраструктуры. Теперь участие «Узбекистон-Темирюляры» в неотраслевых активах будет строго запрещено. Также ответственным лицам поручено провести инвентаризацию и отрегулировать все железнодорожные переезды. Поставлена задача разработать дорожную карту реализации определенных на совещании мер и регулярно информировать президента о ее реализации. На совещании была заслушана информация и предложение ответственных за отрасль руководителей.